Некоторые аспекты конь до коня у паруса. Все там есть. Оно длинно, а регламент нас поджимает. И, собственно, вообще тема гиппалатрии, гиппалатрии, то есть культа коня, она не раз поднималась по крайней причине в работе коня, занимавшихся духовной культурой фенологов, павловских финнов. По другой причине образ коня адски популярен в феногорском искусстве, начиная от самых древних литейных форм, но на самом деле даже раньше литейных форм, потому что мы вспоминаем все те же волосовцев, которые, безусловно, в форме армей здесь напали в какой-нибудь европейском субстрате, да, можно много спорить, были ли волосы как-то профильными, но, тем не менее, многие, ну, те же янтарные коники и янтарные уточки, я думаю, все их вспомнят, они достаточно четко дают нам посмотреть на здешний культ коня еще до появления, собственно, литья бронзового, которое нам действительно было принесено иранцами, но у нас ведь довольно такой... у нас своего бронзового века их почти не было, если уж так по-честному. Очень же долго вообще считалось, что у нас мы напрямую прыгнули из каменного века в ранней железной. Потом же таки выяснилось, что таки да, с бронзового века у нас все хорошо, но он действительно был иранский, но все-таки слегка реабилитируем виногуры в качестве местных древних насильников, они здесь были, просто мы не всегда говорим о прямой преемственности, мы говорим о множестве миграций, но об этом мы еще будем говорить, у меня есть доклад немножко по другой теме, но просто раз был такой приятный доклад по индоиранцам, очень хочется немного ответить. Ну и собственно да, к этой теме обращаются постоянно ученые, но попыток как-то систематизировать и объединить и культ коня, проявляющийся в форме захоронений, и культ коня, проявляющиеся в искусстве, предпринято крайне мало, если что там, о них тоже можно будет потом поговорить отдельно, о том какие все-таки предприняты. Ну и отдельно стоит сказать, что говоря о культе коня у поволжских финнов, вот да, нужно отметить, что несмотря на определенную преемственность, прослеживающуюся у разных финских этносов поволжья, особенности культа в каждую конкретную эпоху здорово отличаются. Да, под влиянием постоянно приходящего нового населения. И часто это тоже финноязычное население, просто это реально сменяющие друг друга, вновь и вновь набегающие товарищи. То есть нам все время кажется, что есть некие постоянные насельники и захватывающие злобные враги, но злобные враги в какой-то момент становятся в свою очередь постоянными насельниками, и через несколько поколений уже новых своих же, в общем-то, но очень дальних родственников воспринимают уже как злобных врагов. Ну и, соответственно, в реакции культа коня устроились массы факторов, там, включая, ну, кроме заимствования, это и типа хозяйствования, и, собственно, необходимости коня. Где-то он, там, тотем княжеской власти, а где-то он уже вполне огромная животинка, которая нас объективно кормит простого честного христианина. Кроме того, данную сию мы с вами увидим, что представители одних новостях Этносов с КМ хоронят мужчин, и мы сразу все узнаем, потому что, ну да, конечно, воинское захоронение, что все-таки, а та же Мурома, вот многие вспомнят тоже, да, что это бесконечные эти конские захоронения в окружении женских могил. Ну и, да, за века соседства Этносы пережили разные формы взаимодействия, связанные и с заимствованием культурных особенностей. Очень часто представители родственных приемных союзов показывались на разных полюсах, скажем так, политического глобуса. Ну, простой банальный пример, да, все помнят Пургаса и Пуреша, которые в свое время один поддержали, ну, мордовские князья, которые один в свое время поддержал русский, а другой булгар. И они многое заимствовали, у русских и у булгар. Для русских в то время были номинально православными, но, разумеется, у них сохранялась масса пережитков всего интересного. А булгары в тот момент были номинально мусульманами, тоже с массой интереснейших пережитков. И, да, этот мелкий пример, ну, он, конечно, короткий, краткосрочный военный союз не может повлиять на тысячелетиями формировавшиеся какие-то культурные особенности. Но это очень хороший пример этого постоянного взаимодействия, этого безумного плавильного котла, который у нас здесь творился на протяжении всей нашей истории. Ну, так и живем. Ну, и, соответственно, изучать культ коня в отрыве от схожих религиозных практик у соседствующих народов, разумеется, невозможно. Ну, нужно помнить, что если мы говорим, то есть, мы отвечаем на вопрос о следах от заимствования, это, конечно, не заимствование культа целиком, как иногда встречается в работах, это заимствование некоторых особенностей, оставившихся на существовавшее здесь практически непрерывно, хотя, конечно, с определенными промежутками, даже с промежутками, казалось бы, похожих обрядок, мы еще вернемся к очень интересному промежутку в IX веке, который фиксируется у Млакбы и у Муромы. Это очень интересный момент. Но, тем не менее, существовавшее практически непрерывно. Хотя, безусловно, для игородейцев, для славян, для балтов, которые появятся впоследствии, культ коня как минимум столь же архаичен, как и феномограф. Но он не развивался, может, по своим канонам, и они им активно обменились в определенный момент. Ну, там, да, те же тимеревские курганы прекрасно об этом нам свидетельствуют. И, конечно, надо разгорячивать подлинный пульт коня, который путь священного животного, и сопровремение, когда конь является просто нормальным бытовым предметом. Не муздечка, лимонский зуб, а еще ходит сипл коня, лежит вместе с ножом, с мечом, просто с тем, что понадобится впоследствии в садике на том свете. Мы еще увидим, что это очень интересно коррелирует с направлением, с ориентировкой погребений, что очень часто у Эрзи, это особенно ярко видно, что все погребения чаще всего все-таки ход бежит головой туда же, туда и человек обычно, соответственно, по оси Западного Востока. И, скорее всего, речь идет именно о том, что просто человек конкретно на этом коне конкретно поедет на свои там какие-то воинские веса, которые нам остается с трудом реконструировать. А когда конь лежит с северной ориентировкой, мы начинаем реконструировать, тоже, конечно, с большой долей неуверенности, что он может поедет и туда же, но как минимум другим путем. Но к этому мы еще вернемся. Ну и отдельный момент, который практически никогда не освещается, и который, на самом деле, во многом это сообщение посвящен, это выдавание одновременно двух, ну, ветвей, что ли, пульта коня у феналитических родных поволжья. Их очень условно можно назвать женской и мужской ветви, но на самом деле это условное название разбивается к худшим проблемам, когда начинаешь пытаться привязывать это реально к гендерам. Можно назвать их горней и мирской, ну, условно, потому что один реально ориентирован к мирской, ориентирован реально к живых коней, которые вот здесь с нами живут, потом вместе с нами убирают или приносятся в жертвы. А другой, соответственно, горней, связан как раз с искусством, ну, с литьем в первую голову, и, ну, очевидно, ориентирован на некий платоновский эйдос коня, на некую идеальную идею, фигуру идеального коня, которую мы попытаемся воплотить. Ну, и, соответственно, можно его еще называть, и вот, для того же я буду, скорее всего, его называть внутренним и внешним. Просто что есть некий внутренний пульт, который более-менее сохраняется. Там вот это как раз то, что касается изображения. Меняется техника, меняется материал, но сохраняется общий образ. А есть внешний пульт, который меняется постоянно. Потому что приходят новые товарищи, эти новые товарищи производят новые концепции бытия здешнего и бытия посмертного, и почему-то эта концепция как-то легче входит в изменения. Ну и, кроме того, не будем забывать про банальную моду, что все бы здесь в свое время следовали, ну, некий общеевропейский мод, и, да, там, те же прекрасные резоноукцы с годским влиянием не дадут соврать. Это тоже вполне понятно. Ну и вот внутренний пульт коня имеет общие истоки, и, сохраняя общие формы, там, вплоть до силуэтов, это, на самом деле, вообще очень интересно. У разных аорских финнов развивается параллельно, причем практически, ну, зачастую, без связи друг с другом и становяясь этноопределяющим элементом. То есть, по конкретной подвеске, казалось бы, в одного из силуэтов и разных техники мы часто можем говорить именно, ну, про какие-то этнические маркеры. А при этом техника исполнения в самом себе, как я уже сказал, не является виртуально неизменной, она постоянно меняется, перенимается как и у винноязычных соседей, так и друг у друга. И мы еще увидим, как, переходя друг от друга, разные предметы включаются в новый комплекс. Ну, это вот уже, в общем, где-то уже по внутренней культ, поэтому вполне себе культ. Соответственно, да. И это тоже касается внутреннего культа, женского культа, ну, кроме, если говорить про женское, я понимаю, что там, действительно, конские поплевения с коньями у Мурома. Причем важно отметить, что, в отличие от тех же славян, у которых гипоморфные обереги чаще всего либо обереги сами по себе, либо, по сути, цепи разделителей, на которые навешиваются куча ложечек, ножичков и билочек. Ну, я думаю, я все помню тут условную рыс, которая тоже вполне себе коник с маленькими солнышками, да. У финнов чаще всего кони идут в составе шумящих подвесок. Это характерно, да, это финно-угорские подвески, что-то, я думаю, можно вот листануть вперед, да, вот. Вот эти характерные, ну, вот, Саарское городище, да, прекрасное, Мумерянское, там, Подболоте, да, вот вся эта, вот, вот, Цнинская, может, два, у нас висит, вот вся эта. Это очень характерно, что если есть кони, к нему обязательно навешивают трапеции, или гири, или уже прямо мутиных лапок. Тот самый финно-угорский утка-конь, который прекрасно реконструируется и совершенно не понимается, что это, собственно, такое, вот. Ну, о нем много говорят о связи культа коня и культа водоплавающей птицы. Вот, но тоже можно долго говорить про историю их открытия, тоже мы все это потом можем будет что-то читать уже в публикации. Ну, а внешний культ развивается активно используя опыт и традиции иконских культов других культур, ну, и, конечно, внутренние заимствования. Он подразделяется на, ну, условно, на хранителей, когда конь привязывается к кладбищу, это можно видеть в этнографии, когда конь, по сути, сторожит кладбище, когда у него функции остаются в общем-то здесь, на этой земле. И, ну, транспортный, конечно, но я же уже не буду считать это отдельным культом коня, когда человек просто уезжает на этом коне в свое посмертие. И личный, когда почести отдаются лично коням. В этнографии жертвоприношения коня с его пафосным украшением, да, у Марицев, вспомните эти выстилания полотенцами у пути, чтобы ему было правильнее, что он же солнечный конь, он ведь пожел здесь все, если он пойдет по сырой земле. Ну и, собственно, да, при этом ходим по-разному ориентированы в погребении, об этом мы тоже говорили. И внешний культ коня разливается параллельно у непинноязычных и у финских племен. И, конечно же, многое заимствуется как раз о том, о чем сегодня было говорено, в древних встречах с патьяновскими и аваршевскими культурами. Очень далекие последствия этого можно разглядеть в мордовских ритуальных практиках, хотя, конечно, говорить, что, ну, условно, Мартва, Эрзе, Мокши и Муромы являются прямыми наследниками нашей, там, городецкой культуры, разумеется, нельзя, потому что это очень частые волны миграции, которые друг друга сменяют. Но, тем не менее, все мы знаем огромное количество и иранских слов существует, на них только и раз пишут европейские, те же балловские имена богов, да, тот же Перкунас, где-то, наверное, приезжает в полесницу, побивает нас молниями и говорит нам, чтобы мы... В общем, да, помнили про заимствование. Вот, но, наконец-то, более позднее, славянские, тюркские, конечно же, наполставания, за которых никогда-нибудь нельзя. Возникает культ коня, разумеется, да, в эпоху производящего хозяйства, и, на самом деле, да, если вот мы берем многие исследования, ну, там тоже голубев, да, грибов, они говорят, что он развивается из культа лося, собственно, напрямую из волосовского, это очень красиво, к сожалению, не всегда достоверно просматривается, но, тем не менее, культ коня здесь зарождается, и развивается прямо в положении, развивается отдельно над бриками, это тоже, в общем, вполне феновогорского. При этом, развиваясь и меняясь, по мере приручения, собственно, коня к розовому веку, там, культуру сетечки, керамики, да, уже текстильной керамики, формирует собственный приволжский львинский культ коня, потому что вторгаются европейцы, собственно, то, о чем мы сегодня говорили, я сейчас не буду повторно об этом расскажу, сегодня об этом рассказали гораздо подробнее и приятнее, чем мог бы рассказать я, и, соответственно, в первую очередь нашей эры, в погребальной практике нашего положительного финского населения, именно в погребальной практике, подчеркнув, культ коня был во многом привнесенной формой. То есть, вот внутренний культ, изображение, украшение, он сохранялся, а вот все, что касается внешнего культа сохранения, там все достаточно узнаваемый иранский этап. Ну и движение мидоевропейцев в наши финалугры, оказывается, по сути, разделены на трое. Очень сильно позже, очень сильные далекие потомки сформируют, ну, нечто, вот где-то у нас появится Яковская культура, да, в будущей Америке, там, Мерик, Весе, где-то у нас здесь появится Градельская культура, еще раз, не связываем их напрямую с нынешними жителями Верхнего Америка Волги, но тем не менее. И прамарийская общность, соответственно, на севере, где мы, собственно, с вами сейчас находимся. При этом, да, они сохраняют, зачастую, связи между собой, хотя тех же прамарийцев Волга кремко так отрезала, они с трудом сохраняют связи. И вокруг районного Железного века конь уже занимает и в составе стадо ведущее место, у тех же яковцев, ну, кстати, кормовая порода, они на нем не столько ездят, сколько его кушают. Потом, третий-пятый век, к нам приходят резоноурцы, с Востока, на Аку, приходят высокомилитаризированная веногорская группировка, вот та самая резоноурская культура, которой собаки не оставили поселение, зато оставили погребение и святилище. Ребята очень интересные, связанные там с очень европейской модой, там с готами, действительно. И, но реально, на проявление кулаконского культа они практически не повлияли, текущий расклад не изменили. И мы, по сути, имеем, да, вот такие условные три группировочки, где, ну, у фронт-марицев, которых резоноурцы вообще не коснулись, сохраняется почти чистый культ коня, ну, от корней, очень условно там. У предков Эрзи, Мокши, Сунинской, Мордой, Тюрюхан, иц., иц., очень сильное влияние индоевропейское на погребальную часть, ну, меньшее влияние на внутреннюю. Совпадение украшений с марийскими, оно есть, оно прослеживается. Там стоит числать не об этом или не факт, я честно говоря, в результате, нет, не об этом. Верните, кстати. Там потом будет еще, да, это просто, это уже и к интересному образохранению. Вот, соответственно, прослеживается связь образов, но очень разный материал. У нас есть олово, которое постепенно вытесняется латунью, да. Соответственно, да, там в древнеморийских могильниках, ну, там же Веселовском, да, наш самый такой приятный дежургардский-морийский могильник, да, или на нижней стрелке. Там есть цельные литы, двуголовые кальковые привязки, они плоские, они льются по плоскому образу. То есть просто отпечатывается, выбивается в камни, отпечатывается в глине, льется. При этом у нас же здесь на в высоком берегу реки льется и пакетника утраченного шнура, но это уже отдельные, прекрасные песни о специфике литьям. Ягодцы тоже сохраняют древний конский пульт, но он многое заимствует, да. Ну, и ярче всех, да, в следующий слайд, сохраняют именно то, что это захоронение представители Муромы. У них вот культ коня, у них прекрасный. Вообще, кроме того, что в Доболовьевском могильнике есть масса прекрасных находок украшений в виде коников, там есть прекрасные захоронения коней. Они практически напрямую, Мурома, они практически напрямую наследуют древним пунктом, а они наследуют сами себе. В X веке происходит какое-то странное исчезновение конских захоронений у многих наугорских народов. Но у Мурома, оно как в IX веке было, оно в XI появится почти так же. Разница только в том, что вот здесь видите, корская и голова все аккуратно лежат на бок, а вот уже в более поздних, оно будет аккуратно положено на подставочку. Там конь будет очень мило смотреть вперед, да. Соответственно, в самом районе наиболее широко стоянное захоронение коней конечно Безводинский могильник, и Подболовьевский могильник больше 5% от общего числа захоронений, а в Чутовском – 12%. Причем в Подболовьевском, да, коне в отдельных ямах, причем в тех жередах, что и люди, и в каждом ряду обнаружены минимум по одному конскому захоронению. Вокруг расположены только женские погребения. Детских погребений нет в очень схожей ситуации у Эрзи. Об этом написал Мартьян, к этому мы еще вернемся. И все это действительно очень похоже на рязанские могильники «Красная-1» и «Выползов-4». Собственно, как Мартьяна вам исследованы. И, ну, о чем я уже говорил, что оно прерывается, то, что мы имеем до IX века, вдруг в XI резко всплывает обратно, ну, с некоторой поправкой, и, кроме того, внезапно стала гораздо точнее ориентировка. Ориентировка с север-юг в втором этапе, этих гонских захоронений у Муромы вдруг стала четче. То есть, как-то они научились точнее определять направление. Или слегка сменили воззрение на тему, куда уходят кони. Куда уходит детство, да. Причем интересно, что в Муромских могильниках кони имеют разный возраст. Это и есть домальные жертвенные кони, положенные железы в трехлетках с отрубленным хвостом. Вспомним ритуальное количество коней, сохранившихся у Марицы, да. А есть почтенные старые кони, состёршившиеся в ноль зубами, которые вымерли своей смертью и, собственно, были туда захоронены. Ну, предки Мокши, потеряв у них похоронного обряда к девятому веку, в десятом веке его не восстанавливают в малоизменном виде, как там та же Мурома или Эрзя. В Лялинском могильнике прекрасном есть захоронение коней, но это уже всё несколько иначе. Прямоугольные ямы, реже овальные, хотя у Эрзи сохраняется их характерный уступ, на котором помещается голова коня. Да, и важно, что у нас укидает ориентировка север-юг, а у Мокши это гиргининский могильник, он развернут задом наперёд, он лежит по той же ориентировке, но вперёд и по столу, то есть он уезжает куда-то в другую сторону. Эрза сохранилась в основном традиции у Морских погребений, конечно, у нас сохранится даже с Муромой. Итак, Заречная-2, ну, собственно, я вам долго рассказывал про конкретные могильники, да, вот можно листануть вперёд посмотреть. Вот он, да, Заречная-2. Прекрасный наш колик. Вы видите, он узнаваемый, он похож. Вот. Ну, и интересно, что при наличии явных культовых одиночных конских захоронений мы находимся в погребении. Ну, это не нормальное погребение, конь же с человеком, но там то кольт лежит лицом человека в трогательном единении. Очень часто человек над конём, то есть сначала кольт слегка присыпается, и сверху появился уже человек. То есть он уже готов ехать. Конь его сейчас вот повезёт туда, куда ему нужно. Кроме того, там, в Выползово-4 есть прекрасное захоронение коня. Оно не совсем культовой, но я не могу о нём не упомянуть. Это умерший своей смертью конь, которого хозяин, по крайней мере, моего другу, положил его с собой. Вот как человек, всякие писали его дела, чтобы напомнить, что у него был конь, а он к нему положил свой нож и кресал, и сказать, помнить, что у тебя был хозяин. Вот какой хороший человек был. Только подумайте. При этом, да, на организации этническая группа Высокого берега Волги сохраняет свой внутренний женский пульт, и формировались характерные ажурные подвески. Ну, не литые, тонкие литые по методу воскового шнура и по методу утраченного воска. И у Олова окончательно выясняется бронзой, и мы уже имеем бронзовое литьё. Нормально, это наше характерное бронзовое литьё. Угорское узнаваиваем. Отделённые Волгой и ныточными завоевателями Марицы вызывают собственные пульки коня. Марио-Луговской, в материне до 4-го и 6-го века, даёт нам хронские захоронения с южной, в противопоставлении человеческой северной ориентировкой, с кострищами и записью испережённых ростей и древесного угля. Ну, собственно, иногда это просто узнаваевает кострище, да. Схожая картина в погребении в гости у Ужумского могильника, где в погребении только череп и две гости коня. Причём, здесь уже очевидно, что мужской мужской пульт имеет скорее хранительную форму, а женский сохраняет, он прям рядом сохраняет. Можно, наверное, не стану таком, правда, будут. Правда же будут. О, великолепно. Сохраняют. Вот те самые, видите, общие апресы. Это Муромон, это Мари. Двухголовый конь, характернейший архитепический финновогорский символ. Ну, посмотрите, совершенно разная техника, которая совершенно не видна. Потому что я не могу в качественной картинке, да. Вот. Ну, собственно, вы видите, это плоское литьё, нормальное плоское литьё, одностороннее. Это сложное двустороннее литьё по методу утраченного воска, когда сначала создаётся, собственно, изображение из воска, потом оно всё оборачивается глиной и заливается металлом. Воск потекает, металл затекает, и у него приходится разбивать форму, ну и бывает. Да, да, да. Ть-ть-ть-ть-ть-ть. Да. Ну, да, это тема прекрасная, я не могу говорить, с долгой, с большим удовольствием. Вот. У Мери. Пульт коней имеет множество балдских черт. Чаще всего, по крайней мере, конечно, подустановление бытовой характер. Кони сопровождают всех. Не только воинов. Там есть женские погребения, причём характер такие погребить домохозяек. Но с конями, да без коня, да. Ярославская Меря перенимает у своих европейских соседей труп сожжения. Владимирская Меря, как многие помнят, да, вообще перенимает курганы. И параллельно много чего сама наслетела у славян, да, тут можно вспомнить их влияние, собственно, красконского культа. Нам сейчас немного подробно вспоминать, потому что в гнёздовских курганах познаваемые, хотя казалось бы, где гнёзда, да, где Тимирио. Ну и наследие, да, словам балдского воинского культа. Кони внуданы, с ними оружие, топор. Очень часто сочетают топор и стрела, что нам внезапно напоминает, что конь – это не только солярный зверь, да, но и свекер-мутника. Топор и стрела у русских там в какой-то девятнадцатой век встречается. Ну, в общем-то, да, буду подробнее, потому что можно будет посмотреть в публикациях. Можно сделать следующий шаг. Вот просто интересный момент. Вот это нормальное, это определяющее украшение из морейских могилей. Это весловской могилей. Это нормальная цепочка с двумя оконскими привесками. Она никого не трогала, жила себе спокойно у морейцев, по сути, как медвежьеголовая фибула у скандинавов. Вот так же рисоваться очень хорошо. Но однажды, вот такая же привеска попадает в Керзи, и у них она внезапно переходит на пояс. То есть они сохраняют таблиц, они сохраняют силуэт, они понимают, что они там делают. То есть здесь уже конь не вполне угадывается. Вот эти две закутые башки, да, это вот. Но разные народы не понимают, как их соседи их носят, и вставляют их в собственный костюм, уже так, как бы их носили они. Так что речь не о поддерживаемой связи, где культ коня обращается, а о развивающемся, сохраняющемся в этом внутреннем культе коня, что, конечно, очень интересно. Ну, про фольклор и этнографию можно говорить много и долго. Да, я сейчас уже не буду, потому что у меня практически не остается времени. Это, конечно, культовая роль коня уже как аграрного животного, в этой празднике жатвы. Там можно вспомнить, забыли, но в скорости декадания есть о нем, как раз, причем часто они обязательно находят доголоски и в славянской традиции, да, ну, не буду что-то про коня свинтовит, сами все знаете. Вот. Образ коня солнца в Коливале, отдельная прекрасная песня, ну, соответственно, все эти марийские, там, обряды, о которых мы сегодня все же говорили, мордовский песенный фольклор с кучей упоминания коней, и, соответственно, да, и русскоязычное население, конечно, вобравшее всего множество фольклорских элементов. Марийская вышивка, отдельно можно долго петь про Удмуртов, но сейчас точно не буду, потому что они не совсем даже павловские фитнаны, но, ну, ну, взяли в прошлое. Ну, и, наконец, да. Ну, собственно, да, что остается в простор для исследования, но об этом и так понятно. Вопрос есть? У меня вопрос. А как Вы объясняете это огромное количество тканей в элементаре тканского и качества? Вот это очень хороший момент, как раз к вопросу про жесткий пуль. Ну, то есть, да, мы все знаем, что на элементы тканского стана, на вилках, обязательно вырезать два коня, почему они узнаваемые Финногорского адреса, они прям не родные, на прялках, да, эти кони, вечны. Вот почему? Я бы сказал, что это именно наследие того самого женского культа. Заметьте, они напоминают ведь не реальных живых коней, а все тоже изображение, которое мы видим в литье и раньше, вот, где даже в городах. Что символизирует вот тут, по-вашему? Ну, посмотрите, реально, да, если говорить про тоже литье, да, нельзя не вспомнить, что как ни крути, а, ну, если тут женщины течется, да, всякому, у многих, а женщины занимались литьем зачастую, и вот этот внутренний женский культ, в отличие от мужского активно изменяющихся, он реконструируется гораздо хуже. Он достоверно сохраняется в проявлениях, он есть, к нему можно и нужно обращаться, но сказать, что там именно женщины себе в этом формулируют, в этом коне, зачастую, очень трудно. Причем, мы понимаем, что когда в 19 веке они вырезают на прялки или на надилки этого коня, они уже, они же, многие из них учат русскоязычное население, которое доносит давно и крепко христиане. Если мы им скажем, что они режут языческие символы, они возьмут от глобли и будут нас в двору гонять, нам будет вольный глобар. То есть, безусловно, они режут по традиции. А вот как это реконструировать, это отдельная, хорошая вопрос, это отдельная песня. И это как раз вопрос про просторные исследования. А какие вот закрыши зданий там? Очень интересный момент, что многие исследователи, и вообще возводят это чуть ли не напрямую, что вот волосовцы вешают лосиный череп, но есть, да, находки, где провалившийся череп, вероятно, он висел там, на коньке. А со временем ценяется новый канал. Честно говоря, для меня такая прямая приемственность. Кажется, нет, возможно, но для меня это кажется очень смелое предположение. Я стараюсь как-то быть аккуратнее. Вот, но коньки нахреждаде, безусловно, охранительный символ, такой же охранительный символ, как и в целом. Солнечный. Да, что он же. Плюс это, в общем-то, вполне распространено, и, насколько я понимаю, не только у финных языческих народов, в большинстве это приходит, это же, в том числе, есть у русских и вообще у славян, не только контакт тесных напировавших с финными, а у них свой собственный европейский культ коня, крепкий, четкий, связанный, в первую очередь, с солнцем. Ну, конь наверху притягивает солнечный. 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 Да. Все вопросы. Именев, остался вопрос. Ну, вот вы сейчас говорили, когда отвечали на вопрос Ольги Ивановны, что вот эти вот кони на билках и на прялках, да, вот они напоминают те, как бы вот этого условного коня, то есть это нереальное изображение. А что, вот были какие-то реальные изображения коня? Ну, на донцах прялок, кстати, есть же изображение всадников более чем реалистичное, но они немножко в другую степень. Но они немножко в другую степень. Да, я имею в виду, но они немножко в другую степень. Вот. Ну, то есть тысячи веков. Нет, да, я просто имею в виду, что они очень узнаваемо наследуют древним формам. Вот. Что-то речь про это. Что вместо того, чтобы срисовывать его с живого коня, то мы им проходим, мы им проходим. Или хотя бы свои какие-то, да? Да. Ну, понятно. Еще вопросы? А, ну, я тогда, пару слов. Во-первых, тогда я хотел бы все-таки услышать не перечисление больных, когда часть этих фейсов. Ну, я бы старался сделать поменьше, но неудачно. Потому что перечисление – это понятно. Но хотелось бы услышать, как раз, например, что с гендером у нас в коню. Ну, наверное, это интересно. Это, на самом деле, это тема. Я очень выжил, если я сейчас начну говорить о связи клубанского пульта с гендерными пультами, это будет очень налогом. Потому что это нежнейшая тема. Мне кажется, не надо уходить в перечисления. В принципе, это можно по ссылкам, люди все прочтут. Вот как раз выводы по гендеру, как связан конь с женским пультом у каких-то времен, как с мужским, как конь связан с социальным положением по пределам. Это, в принципе, можно выводить и вывести. А зачем перечисление в качественной могиле, в принципе? Так, второй момент. Не совсем, мне кажется, актуально искать корни вообще культа коня в любом обряде у каких-то других народов. Потому что, на самом деле, то, что происходит здесь, в третьем веке, у нас, на Нижней Оке, это тот культурный феномен, который сам по себе очень яркий. Но он что-то полагнуло? Да, но он полагнуло, и гугли свои оставили. Это хоть там до этнографического времени. Этнографы это даже изучается серьезно. Вот. Потому что здесь как бы он сам по себе феномен. Он сам по себе самооценен, и его происхождение, что это за неселение, откуда оно здесь появилось. Конечно, глупо утверждать, что это волосовцы, и городецкие культуры. Я бы даже не понял, потому что это не привыбрают волосы. Поэтому здесь очень важно поселку купить арку подвятский могильник, который является самым ранним финским могильником, с прекрасными домами. О, подвятский вообще совершенно прекрасный. Да, это как раз самый ранний пример, когда изделение здесь на нижней отеке является. С этим культом, в принципе, не совсем понятно откуда, но он очень жестко стерминирован. У меня подойдет на самом деле упоминается тут, если есть право интерсеть. Если говорить об истоках, то, конечно, мне кажется, лучше рассматривать это как самостоятельный тенорм, не ища там каких-то предметов. Нет, ну что он говорил о происхождении культа? И он изменяется. То есть, когда приходит новая волна миграции, неважно, это именно язычная или новая феномука, но какие-то другие предметы. И два вопроса таких. Хотя, опять же, напоминаю, давайте не выходить за рамки. Отведем вот. Самые поздние погребения, которые можно связать с этим культом у финнов, где они происходят, что у нас. Ну, проще всего, конечно, сослаться на Замасскую Варнву, на публикации Мартьянова, потому что там вплоть до 14 века прекрасные апонские погребения и расчлененные, и целые. Ну, и тоже у Тирюхана то же самое, до 14 века. Да, совершенно верно. И сейчас мы просто вспоминаем. Да, я тоже хотел это отметить, что не забываем, что у Тирюхана это практически самые поздние концы границы вплоть до 14 века. И главное, у Тирюхана, у них вообще приемственность, ну, приемственность, кстати, да, это важно. Но то, что есть и у Тирюхана, собственно, в наше время, ну, не в наше время, конечно, но то, что было в предыдущем нашей встрече озвучено, да, у Эрзи это есть только как раз в обретеже, короче, на реке Тирюхана, в те же. Могилы за две тысячи лет не пересекаются. Кладбище одно, могильник один. Кое-где есть следы могильных памятников, столбов, кое-где нет. Но, тем не менее, ребята помнят же, кто где лежит, и не пересекаются с моделами. Тирюхана, я понимаю, ровно то же самое, причем вот уже… Да, с арбейским и с трассейским. С трассейским, да, в этом плане. Поэтому давайте поблагодарим, но мне кажется, все-таки надо больше выводов, потому что перечисление – это хорошо. Ну, это именно поэтому про некоторые аспекты, что я сейчас просто показываю много-много моментов. Ну, что это много, это понятно, да? Да, что это много. Спасибо вам.